Отстаивать свои права через суд. Именно так намерены поступить жильцы квартиры верхнего этажа дома номер 28 по улице Пионерской. Несколько дней назад у них обвалился потолок. Кто виноват и что делать, разбиралась наша съемочная группа. У нас получается 7 числа обвалился потолок на чердаке. У меня дома находился папа. Так как у нас помогла стенка, она придержала стенку. Если бы не было стенки, у меня бы прибило папа в этот момент. Не на шутку испугавшись, жильцы верхнего этажа дома номер 28 по улице Пионерской стали бить тревогу. Молниеносно обратились в местную управляющую компанию. Там им удалось выяснить, на чердачное помещение в тот злополучный день проникли представители операторов кабельного телевидения. Получается, в тот день были здесь Магинфо и Интерсвязь. То ли они там прыгали, то ли что. Получается, у меня в этот же день произошел папа на чердак, но их уже не было. То есть, они уже по ходу поняли, что жареным, как говорится, пахнет. Я боюсь даже находиться дома, потому что у меня дети маленькие. Я не знаю, что произойдет ночью. Я буду спать, и на меня, получается, все упадет. К чести управляющей компании Пионер, в чем в ведении находится дом номер 28 по улице Пионерской, на сигнал жильцов сотрудники организации отреагировали быстро. На чердаке было восстановлено потолочное перекрытие в черновом варианте. Что касается чистовой отделки потолка в квартире, здесь ее жильцам еще предстоит найти виноватых. А то потолок-то будет делать-то. Подавайте в суд на Макинфо и Интерсвязь. По словам представителей управляющей компании Пионер, на крыше 28-го дома несанкционированные работы проводили представители двух провайдеров. Сотрудники какого конкретно из них причинили ущерб жильцам, будут выяснять уже правоохранительные органы. Во всяком случае, хозяева, пострадавшие квартиры, в своем намерении выяснить правду отступать не намерены. Я говорю, я здесь вплоть дойду, до Москвы говорю. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.